Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 августа и я хочу рассказать вам о самом красивом томате, крупноплодном, такого насыщенно малинового цвета, это гигантелла. Почему-то я его тоже сейчас редко вижу в магазине и он среди огородников не очень знаком и не очень распространен. Но это такой классный томат, крупный. Вот видите, у меня три штучки, я сейчас их взвешивала. Один 430, другой 412, другой 403. Вот все они колеблются около такого веса. Производитель заявляет, вес от 300 до 500 грамм. Вот первые и вторые кисти, они так и получаются, около 500 грамм. 470, 480 у меня были первые, вот это вот уже вторая или третья. Но даже тут дело-то и не в весе, хотя, конечно, размер тоже имеет значение. Смотрите, какой он ярко-малинового цвета, вот он такой прям красивый. Вообще, это, конечно, розово-плодность считается, но вот он, когда вызреет нормально, он такой ярко-ярко-темно-малиновый. У него такая сладкая мякоть, ну и, конечно, у таких томатов много мяса. Это не ранние, не скороспелые, это именно вот такие мясистые, сахаристые. Сейчас расскажу, что говорит о нем производитель. На пачке написано крупноплодный сорт для открытого грунта и теплиц. Плоды округлые и ровные, весом 300-500 грамм, сладкие и вкусные. Используется для золотов и зимних заготовок. Растение индотерминатное, высотой 1,2-1,5 метров, в зависимости от условий выращивания. Урожай с одного куста достигает 8 килограмм, но на один метр можно размещать только 2-3 растения. Вот это очень большая урожайность, для того, кто понимает, если вы посадите 3 растения, это значит 24 килограмма вот таких вот здоровых, сочных, вкусных плодов вы получите. Но, опять же, замечу, это при соблюдении агротехники, при хорошем уходе, просто так это растение не вырастет, потому что, как вы слышали, я сказала, оно индотерминатное. Выращивала я его и в теплице, и в открытом грунте. Вот нынче в открытом грунте оно 1,5 метра. Ну, а в теплице, как все индотерминатные, оно дорастает до потолка, его нужно обрезать верхушку, оно там немножко пригорает. Ну, все по обычной схеме. Обыкновенный индотерминатный куст, вы все знаете, что с ним нужно повозиться. Ну, в награду за ваши труды будут вот такие вот плоды, ну, огромнейшие. Ну, смотрите, она в ладошку, я даже обхватить не могу, не входит. Так это еще не самое крупное. Самые крупные уже сняты, конечно, давно, потому что у нас конец лета, уже первые кисти обобраны давно. Но даже вторые и третьи, вот на самом верху сейчас я снимаю 300 грамм, 250. Это тоже хороший вес. Вот сорт Гигантелла, но это и исходит из ее названия, уже сразу ясно. Яркий представитель крупноплотных томатов. Кто любит здоровые, крупные, сочные томаты, пожалуйста, вот Гигантелла. Будет к концу лета такие малиновые, насыщенные висеть томаты. Ну, обязательно подвязка, обязательно посынкование. Кусты буквально ломаются под тяжестью вот таких томатов. Ухаживать придется. Все. Это вот такой коротенький обзор еще одного томата, который вызревает и в открытом грунте. Вот это вот у меня с открытого грунта, нынче в открытом грунте Гигантелла растет. Прекрасно вот эти полкилограммовые плоды вызревают у меня в сибирском регионе. Я живу в Алтайском крае. Так что она не очень капризная, не очень нежная, но хороший урожайный сур. Продолжение следует...